Из матчей недели в чемпионате Беларуси мы выбрали для обзора поединок юностей и Гомеля. Все-таки переход лучшего бомбардира рысей в стан Минчан – это для экстралиги событие громкое. Николай Михайлович наоборот помог. Купил хоккеиста. На те деньги, которые мы заработали, скажем так, мы сможем полететь на континентальный кубок. В принципе, это все, что нужно знать про состояние дел в гомельском клубе прямо сейчас. Продали игрока, купили билеты на самолет. Такая нехитрая и печальная бухгалтерия. То, что Олег Владимирович сказал, что у них тяжелая ситуация в гомельском хоккее, тут немножко он слукавил. Не только в гомельском хоккее, вообще в белорусском хоккее, в чемпионате тяжелейшая ситуация. Мне жалко весь белорусский хоккей. Раньше было 6 команд в том году. Было 6 команд. Более хороших, где-то нормально. Вроде бы думали, что мы сделали чемпионат, будет интереснее. Начало чемпионата было железно. 5 хороших команд. 5. Которые, ну, никто бы не сказал, что ли, какое место займет гомель, там, молодечина или юность. Даже я больше думал, что мы и без медали могли в этом году остаться. 13 хоккеистов ушло. Ну, вот, то, что Олег Владимирович, ну, ему памятник надо поставить. И то же самое Юру Файкову, которые там сражаются, как говорится, от хоккея, это отличные ребята, отличные тренера. Ему еще спасибо даже сказать. Уже осталось 3 команды. А у нас еще год, может, и 2 останется. Александр Жутких стал одним из 4-х важных для команды игроков, кто покинул гомель после полуфинала континентального кубка. Терпеть дальше финансовые проблемы и прочие неурядицы не стали также Егор Степанов, Александр Сырей и Александр Еронов. Это насколько должно быть все плохо, если хоккеисты отказались от шанса выиграть Евро-трофей. И это насколько амбиции клуба должны были занизиться, чтобы он отпустил своих лучших хоккеистов, когда на пороге самозначенный успех в его истории мог бы случиться. Я был против, чтобы они уходили. Могу прямо к тексту сказать, что я был против. Ну, такие обстоятельства сложили, что пришлось уйти, руководство пошло на это. Все вопросы к ним. Мы так уже много терпели, и поэтому, я же говорю, если бы, в принципе, были бы какие-то возможности у клуба, я думаю, чтобы никто бы не покинул клуб. Пока на данный момент я не увидел заинтересованности высшестоящих лиц области, города в развитии команды, чтобы она билась, как и лет 8-10 назад за самые высокие места. Поэтому, как говорится, я уже не так молод, чтобы, как говорится, терять время. Для Александра Житких словосочетание гомельский хоккей не пустой звук. Здесь он провел лучшие годы карьеры, и решение об уходе ему далось тяжело. Обидно, как говорится, печально, но, честно, не хотелось покидать клуб сегодня. Хоть команда у нас молодая, но я думаю, что давали бой всем где-то, и обыгрывали и лидеров, и тем более, как вы сказали, континентальный кубок, это тоже, ну, хотелось выступить как можно лучше в суперфинале. Тем более, нас никто не ставил в полуфинале, но мы сделали, ну, мне кажется, большое дело, выйдя в суперфинал. Ну, как получилось, так получилось. Олегу Хмылю не позавидуешь. За время его работы в Гомеле рост аркоманды все объединялся и объединялся. Все меньше мастеров, все больше молодежи. Когда-то наставник возглавил топ-клуб по белорусским меркам, а сейчас вынужден тренировать фарм-клуб. Понимаете, тут надо так, или, как говорится, рубить концы, или работать. Ну, попали в такую ситуацию, значит, надо выходить и работать. Да, есть сложная ситуация, сами знаете, какая, но мы не опускаем руки, работаем. Да, ушли игроки, взяли новых. С одной стороны, может быть, это и хорошо, но для гомельского хоккея все-таки свои местные где-то поработают, вольются в коллектив, на этом уровне сыграют, быстрее добавят, возможно, некоторые, чтобы не год-два где-то ждать, а, возможно, и в этом. Ну, как есть, так есть. И гомель еще умудряется не влетать фаворитам крупным. Только на этой неделе упирали с Шахтером 1-3, едва не зацепили ту же юность 1-2. В прошлую игру тоже мы с ними 2-1, там в концовке дожали, здесь, как бы, в середине третьего. Ну, молодцы парни, стараются, понятно, что у них там проблемы в команде, потеряли игроков, но хороший тренерский штаб, как бы, мотивирует игроков, не знаю чем, но видно, что ребята стараются. Ребята молодые, им есть что доказывать, поэтому, я думаю, это их главная мотивация доказывать и пробиваться как можно дальше. Но поражения в такой ситуации просто неизбежны. После еврокубковой поездки на автобусе гомельчане уступили во всех пяти матчах чемпионата. И, похоже, выше пятого места в таблице уже не поднимутся. Ну, я думаю, от переезда уже все отошли. Если вы заметили, у нас идет формирование новой команды. Очень много и молодых игроков, так и из фарма, которые влились в наши ряды, плюс вернули пару игроков. Поэтому идет формирование новой команды. Да, результата пока нет, но с каждой игрой мы видим, что все-таки ребята прислушиваются. По крайней мере, в обороне уже видим рисунок, тот, который мы хотим. Ну, есть, конечно, вопросы по атаке, чтобы более агрессивно и надежно играть в атаке. Ну, работаем. Юность в пятый раз в сезоне победила гомель. У рысей отметился Андрей Перегуда. У минчан дубль оформил Михаил Стефанович, который с 22 голами возглавляет список снайперов экстралиги. И лидирует в гонке бомбардиров. 34 очка. Да не, ну, как бы так. И в раздевалке вывешивают, и где-то в инстаграме там видно, эти есть. То есть, ну, не обращаем внимания, работаем на победы. Главное, командный результат. Хотя в последних играх юность не радует результативностью. Всего 9 голов в 5 встречах. И победы скромно. В одну шайбу. Ну, последние все у нас матчики какие-то тяжелые. То не забиваем, то 2-3, то сегодня 2. Что-то потеряли. Не можем быстро забить, как бы нет уверенности. Приходится вот на жилах весь матч в напряге держать. Также в среду шахтер дома выиграл у Металлурга 2-1. А Неман в гостях у Динамо Молодечна 4-3. Юность по-прежнему впереди всех.